Всем здравствуйте! Рад приветствовать наших зрителей и слушателей, о чем мы сегодня с вами поговорим о социальной работе. Стоит сказать, что вы получаете социальную работу за годы почти 30 лет подготовила тысячи выпускников, которые работают в самых разных организациях, в органах власти, в системе социальной защиты населения, в образовательных, производственных организациях, в благотворительных фондах и еще много где. И, наверное, можно часами говорить о том, какой это замечательный университет, какой замечательный факультет, какие здесь прекрасные преподаватели, но отношение выпускников к тому вузу и к тому факультету, на котором мы учились, наверное, это самая-самая значимая оценка. И вот сегодня мы предоставим слово нашим выпускникам. Социальный работник — это и юрист, и экономист, и реабилитолог, и психолог, и медик, и даже если понадобится менеджер. Потому что ты должен обладать большим спектром знаний, чтобы помочь конкретному человеку в конкретной трудной жизненной ситуации. И российский государственный социальный университет готовит таких высококлассных специалистов. Что еще очень важно, выпускники РГСУ по окончании вуза сразу приспособлены к работе в отрасли. Они могут прийти и на следующий же день начать работать. Также РГСУ — это возможность получить лидерские, организаторские, коммуникативные способности. Потому что студенческая жизнь максимально богата на разные мероприятия. И ты можешь быть просто сторонним наблюдателем, можешь быть участником, можешь быть зрителем, ну и можешь быть, естественно, организатором. И получив хорошее образование в аудитории, получив широкие возможности и личностные компетенции в студенческой жизни, ты являешься высококлассным специалистом. Поступайте в РГСУ и приходите работать в социальную защиту Москвы. Здравствуйте, абитуриенты 2020 года. Я выпускник факультета социальной работы 2012 года Меншков Григорий. Уже на протяжении 8 лет работаю на различных должностях федеральных органов государственной власти. В том числе осуществлял свою трудовую деятельность в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Сегодня перед вами стоит сложный и ответственный выбор. Выбор не только своей будущей профессии, но и всего жизненного пути. Всегда сложно разобраться и выбрать ту специальность, где возможно развиваться и расти. Социальная сфера – это особая сфера. Сфера, в которую входит не только социальная защита, но и здравоохранение, образование, культура, наука, пенсионное обеспечение, опек и попечительство и т.д. Сегодня именно здесь нужны те специалисты, которые могут безболезненно адаптироваться, своевременно переключаться и обладают четкими профессиональными компетенциями. Уверена, что факультет цельной работы дает такие знания. Всем привет! Меня зовут Пахомова Елена. Я выпускница Российского государственного социального университета. Я окончила вуз по двум специальностям – это социальная работа и социальная психология. В настоящее время работаю в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, занимаясь выработкой государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов. Собственно, работаю по той специальности, которую получила в любимом вузе. Кстати, в министерство я попала тоже благодаря вузу, придя студенткой на практику. С момента нашего выпуска прошло уже 4 года, и по сей день очень теплые воспоминания от университета, от учебной работы, от активной мне учебной работы, о тех преподавателях, которые вложили в нас такие знания, которые по сей день используют в своей трудовой деятельности. Поэтому большое спасибо вузу, спасибо кафедре, декану. Поступай в РГСУ! Всем привет! Меня зовут Мария Мураская, я выпускница РГСУ, факультет социальной работы. Сейчас я занимаю должность руководителя организационного управления. В моем штате порядка 50 человек, и это очень тяжелая организационная работа ежедневная, в том числе и взаимодействие с людьми, подготовка документов и много-много другое. Я хочу вам сказать, что то образование, те знания и самое главное, не только просто теоретические знания, но и жизненные ценности, многие-многие вещи, которые заложили наши преподаватели, помогло мне подняться до такой ступеньки. Я очень благодарна нашим преподавателям на факультете, это Лариса Ивановна Старовойтова, Татьяна Петровна, Татьяна Евгеньевна, Енина Васильевна, Валерия Викторовна, многие другие преподаватели, которые все эти года студенческие были с нами и направляли нас, и сформировали из нас настоящих профессионалов. Все те, с кем я училась, с кем проходила эту яркую студенческую жизнь, а в РГСУ очень яркая студенческая жизнь, все стали профессионалами в своем направлении. И, кстати, в том числе мы не только дружим друг с другом, но и работаем. В моем подчинении есть выпускники РГСУ, и я вам хочу сказать, что я с удовольствием беру на работу выпускников РГСУ, потому что у них есть много знаний и умений, которых нет ни у одного выпускника другого вуза. Я вам хочу пожелать, чтобы вы скорее закончили вступительный экзамен и поступили в РГСУ и насладились этой студенческой жизнью, которая есть там. Добрый день! Меня зовут Ольга, и я хотела бы рассказать о своем обучении на факультете социальной работы. Мне действительно есть что рассказать. Четыре года я обучалась здесь, на бакалавриате, и уже год к данному моменту учусь на магистратуре. За это время со мной произошло множество замечательных событий, одним из которых, возможно, самым ярким и запоминающимся стало мое участие в стажировке. Факультет помог мне принять участие в программе академической мобильности, и в течение одного семестра я обучалась в Чехии, в Островском университете, где смогла приобрести не только новые знания и навыки, но также получить массу незабываемых впечатлений и эмоций. Также хочется отметить то, что факультет всегда старался развивать студенческое самоуправление, и в течение одного года я, к примеру, была председателем старости факультета, что помогло мне развить свои управленческие и организаторские навыки, которые мне пригодились в будущем. Всем привет! Меня зовут Утяшева Регина, я являюсь руководителем благотворительных программ в фонде по борьбе с инсультом ОРБИ. Хочу сказать, что работать по специальности я начала еще в студенческие годы, когда училась в РГСУ на факультете социальной работы. Именно там я получила необходимые знания и компетенции, которыми я пользуюсь до сегодняшнего дня. Именно эти знания помогают мне сейчас успешно работать и помогать людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Хочу отметить, что еще в 2010 году РГСУ и факультет социальной работы был единственным вузом, куда я подавала документы. То есть для меня других вариантов, как поступить именно на этот факультет, заниматься именно этим делом было очень важно и принципиально. Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям, всем тем, кто вложил в нас столько сил и показал нам все наши возможности, раскрыл весь наш потенциал. Показали все прелести и, может быть, даже трудности нашей будущей профессии, что помогло нам в будущем определиться с местом нашей работы. Хочу сказать, что студенческие годы – это лучший период нашей жизни, и вам, абитуриенты, это только еще предстоит узнать. Хочу сказать, что именно в РГСУ у вас появится возможность раскрыть себя на 100%, показать, какие вы яркие, креативные, индивидуальные. У вас будет возможность раскрыться как в плане обучения, в спорте, в плане какого-то креатива, своих организационных каких-то возможностей. Хочу пожелать вам удачи и сказать, что впереди вас ждет самые лучшие, лучшие годы обучения в Российском государственном социальном университете. Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника, и я окончила РГСУ в далеком 2015 году. Сегодня я работаю в Еврейском музее Центра толерантности. Еврейский музей – это один из самых интерактивных музеев не просто России, а самый интерактивный музей Европы. Казалось бы, где связь между Еврейским музеем и социальной работой? Но тем не менее, Еврейский музей реализует огромное количество социальных проектов, и я именно над ними работаю. Иногда от самого их начала до самого завершения. И именно знания о социальном проектировании, которые мы когда-то получили на парах в РГСУ, сегодня мне так пригодились и во многом мне помогают. Однако не только про тот багаж знаний, которые вы получаете в РГСУ, хотелось бы рассказать. Также хотелось бы рассказать, что в РГСУ, скорее всего, вы получите яркую, насыщенную, интересную студенческую жизнь. По крайней мере, моя именно такая и была. Благодаря ВУЗу у меня появилось огромное количество друзей, и благодаря ВУЗу мне довелось участвовать в таких мировых событиях, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Я очень надеюсь, что вам предстоит такая же насыщенная, яркая жизнь. Единственное вам пожелание будет, не приходите на пары просто, чтобы отсидеть с первой до последней, а активно включайтесь и в учебную деятельность, и в студенческую жизнь, поскольку именно она позволит вам получить огромное количество самого разнообразного опыта. У меня до сих пор есть строчка в резюме о том, что я принимала участие в Олимпийских и Паралимпийских играх как волонтёр, и мой работодатель признавался мне по секрету, что именно за эту строчку она выбрала меня из огромного количества других стажёров. Поэтому будьте активными, интересуйтесь жизнью, и надеюсь, вы обязательно достигнете успехов и в ВУЗе, и после него. Меня зовут Кристина Рожкевич, я закончила РГСУ в 2012 году, я поступила в 2007 году, заканчивала специалитет. Сейчас я работаю в постоянном представительстве Удмуртской Республики, в команде губернатора Удмуртской Республики. Я занимаюсь социальными сетями, обращениями граждан, очень много работаем по направлению социальной сферы, работаем с населением. Во время обучения постоянно проходили практику по специальности, участвовали в различных мероприятиях, организовывали их. Я могу сказать, что опыт, который я приобрела в процессе обучения, он не просто мне пригодился, я постоянно его использую сейчас и даже транслирую своим коллегам. Или, когда провожу мероприятия, в том числе и для студентов, очень часто привожу в пример своих однокурсников, своих друзей. Ну, если брать какую-то личную сферу, то РГСУ, конечно, дал мне друзей, с которыми я до сих пор общаюсь, преподавателей, которым я могу позвонить, если мне что-то непонятно, допустим, проконсультироваться или задать какой-то вопрос. И очень здорово, когда сейчас мы пересекаемся уже с одногруппниками, с преподавателями уже в такой роли, как коллеги. Ну, это здорово. В общем, так. Приветствую вас из Народной Республики Бангладеш, строительство атомной станции Рукур. Меня зовут Петрова Юлия, в настоящее время я работаю здесь в службе управления персоналом. Мой 20-летний профессиональный опыт позволяет мне с уверенностью утверждать, что в нашем современном обществе социальная работа приобретает все большее значение, расширяются профессиональные компетенции и востребованность этой профессии. Как выпускница социального университета я могу сказать, что горжусь своим образованием, которое заложило прочный фундамент моей профессиональной карьеры, дало мне широкие коммуникативные связи и сформировало меня как личность. Я желаю вам успехов и дальнейшей интересной учебы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok